Всем привет! Прежде чем приступить к обзору, хочу выразить свою отдельную благодарность зрителям, которые проявляют активность на канале. Подписывайся, оставляй свои комментарии и ставя лайки. Чем бы дольше я смотрю вот эти видео последней Дианы, тем отчетливее понимаю фразу «дай бог детей, дай бог им и ума». Конечно, можно было бы списать и сказать «ну, кто не был глуп, тот не был молод». Но сколько может уже это продолжаться? В какой-то момент же должен ребенок измениться. Вот сколько Диане лет? Ей где-то к 25 уже есть, но ей же явно за 20 где-то. Так же? Я вот просто не знаю точно сколько лет, но как бы по внешнему виду мне кажется, что ей где-то там 23-25, где-то так. Я думаю, что Ира на нее смотрит и думает «боже мой, неужели это мой ребенок? Неужели это моя дочь?» Вот постоянно у нее какие-то такие заскоки. И я раньше думала, что Ира думала «ой, это раньше она мне доставляла какие-то неудобства, что-то такое, выкидывала какие-то фертеля». Но она продолжает это до сих пор. Ира, я думаю, совершенно ее не понимает. Может быть, по этой же причине Ира и продолжает ее опекать. Но получается, с каждым разом все меньше и меньше это у нее, потому как там еще плюс. Очень хорошо манипулируют Дианой и Алексей. Тоже, знаете, парадом командует он неплохо. Вот это вот у них сейчас идет перестановка, продают они мебель, одно за другой цепляется. Вот она говорит «мы не думали, что мы снимем эту стенку и останутся отпечатки, что вот висела эта мебель, и теперь нам нужно либо обои менять, либо стены красить». Ну, как вы не думали, уже сколько времени это все находится? Естественно, это естественно, что там останутся следы от этой мебели. Ладно, да, махнем. Дело десятое. Пошли, купили краску, теперь будут закрашивать. Я не знаю, подходит ли эта краска именно под эти обои, которые у них, но, как бы то ни было, все-таки они это все накрасили, на стены покрасили их. Посмотрим, конечно, как это все у них будет держаться и что-то выйдет из этого или нет. Я понимаю, конечно, Иру, что, во-первых, сейчас действительно не время. Бесполезно им объяснять. Молодые, они думают, что «ой, что теперь? Сидеть и ничего не делать?» Нет, делать глупости, извините мне, как в этом фильме «Азори здесь тихие», не надо даже со скуки. Вот люди сидят и маются безделием. Надо что-то делать. Вот представьте, они целыми днями почитать сидят вот в этих четырех стенах. Чем им еще заниматься? Вот она посмотрела на эту стену, посмотрела на эту стену, и все, ей уже надоедает эта картинка. То есть пора переключать канал. Нет бы там куда-то выйти. Вроде бы занимается же танцами, но, видимо, этого недостаточно. Хочется какой-то активности, бурной деятельности. Ну а что можно сделать? Вот начинать делать глупости именно в квартире. Сейчас такое положение действительно, что может быть все, что угодно. Останется эта квартира, не останется. Как дальше будут развиваться события? Они почему-то об этом не думают. Ну ладно, если там уже был какой-то процесс, да, уже они там застало их в процессе этого ремонта, понятно. Но сейчас они продают хорошую качественную мебель. Они продали ее за бесценок. Что-то там, по-моему, если не ошибаюсь, за три с половиной тысячи гривен. Это вообще ничто. Меня поражает вот этот мужчина. Они там, я не знаю, какую они сумму поставили, но он с ними торговался, торговался, пока не сторговался на вот эту вот сумму. Это, конечно, копейки. Вы представляете, продать вот эту всю стенку, которая у них была, и купить какую-то этажерку. Причем этажерка гораздо худшего качества. У них вот эта мебель, она у них была фабричная. Она была качественная. Где-то она там им не подходила по интерьеру, чем-то она им не нравилась. Но я не знаю, можно было перенести, например, вот эту же стенку, как вот из балкона, из двери. Вот эта стена пустая есть, может быть, как-то там ее разместить, если им прям принципиально была важна вот эта вот самая основная длинная пустая стена. Но пусть бы сделали так. Ладно, полбиты. Нет, они это все продали, теперь они еще хотят плюс продавать этот шкаф. Я не знаю, где она собирается это все размещать. Например, вот эти зимние куртки, осенне-весенние куртки, какие-то там, не знаю, обувь какую-то там, сапоги, да, кроссовки. Вот где это все, я не знаю, где-то будет храниться на этой, как вот они, такие кладовочки, да, вот в квартирах есть. Там где-то все это будет лежать. Ну, хотя бы один шкаф же должен быть. Ну, кто-то их поддерживает, кто-то не поддерживает. Это само собой. Понятное дело также, что пусть они воротят у себя в квартире все, что угодно. Просто выражаю свою точку зрения, как я вижу эту ситуацию со стороны и мой взгляд со стороны на это все. Открывает она эти ящики, говорит, нам надо сейчас это все подготовить, вот мне вытащить, потому что приедет мужчина забирать. Там просто бардак. Вот она собирается поставить этажерку. Если у нее за закрытыми дверями вот этот там черт ногу просто сломит, все накидано, набросано, обыяк. Ну, как можно вот это все не прибрать, не поставить именно вот так вот, чтобы хорошо стояло по полочкам, ровненько. Еще она говорит, я перфекционист, я не могу, мне надо вот так, мне надо вот так. Открываешь ящик и понимаешь, что нифига, Диана, конечно, не перфекционист. Там даже перфекционизмом даже не пахнет. И он даже мимо, даже вскользь не проходил, не пробегал. Там до такой степени все завалено, все накидано, набросано. Вытащила она это все, давай разбирать. А куда теперь девать-то, подожди. Это сейчас у тебя голова болит, ты не знаешь, куда это все тебе деть. Когда вы это все продадите, они уже продали. Купите вы вот эту этажерку. Вот посмотрим, что ты тогда будешь делать. Как ты на открытой полке собираешься с кошкой в квартире это все хранить. Еле Ира уговорила купить закрытые ящики. Она хотела вообще купить просто открытые. Ну как она себе это представляет? Вот стоят на полках вот эти вот еще плюс на этой этажерке ящички. Да, вот она купила из ротанга, хотела она взять. И вот они просто стоят открытые. Вот это все на виду, это сразу, сразу создается впечатление бардака. Как бы ты это все не укладывал. Вот пособирает она все вот эти вот зарядники, там пульты, еще что-то положит. И она будет выглядеть неряшливо вот в этой коробке, потому что она будет не закрытая. Ну слава богу, уговорили. Но она маленькая. Они посадили в этот ящичек эту кошку, и она просто заняла весь этот ящик. Что туда можно положить? Что вы собираетесь туда класть? Да, ну красиво, да, симпатично. Отвалили 500 гривен, елки-палки. Я так считаю, это примерно 7-7,5 тысяч тенге. Вот кто из Казахстана, вот представьте, вот этот вот маленький, кто смотрит Диану, если из Казахстана и смотрит меня, плюс услышит этот обзор. Вот представьте, вот этот маленький коробочек, что она туда положит? У нее целая куча мелких безделушек. Куда их девать? А вот тут у меня медальки, здесь у меня почетные грамоты, здесь у меня гирлянда, а тут у меня куколка, а здесь у меня пуколка, а тут у меня мишка, а там у меня ловец снов. И куда она это все будет девать? Там просто, знаете, вот так вот бульдозером, если только заехать, вывести это все из квартиры, выбросить, и тогда сделать так, как она хочет. Вот насмотрелась она на этих корейцев, и ей хочется именно вот в таком вот стиле. Кто-то там в комментариях писал, что у них есть какие-то там отдельные комнаты, где есть шкафы, вот эти какие-то склады, еще что-то, где они все это хранят, а вот в квартире у них, ну, просто минимум вещей, и все на этом. Но в любом случае, где-то эти вещи у людей хранятся, а у них ничего этого нет. А на куда собирается это все складывать? По поводу того, что вот люди пишут, да, размещение вещей. Значит, какая-то безделушка, какие-то мелкие вот это, да, вот шалабуда, или как это можно, лабуда. Вот это все она так расстелила на кровати, прям, ну, очень важны, конечно, и дорогие ее сердцу вещи. Вот эти гирляндочки, это шарик, это мой шарик, эти блесточки, это мои блесточки. А вот эта бусинка, это моя бусинка, вот эта булавочка, это моя булавочка. Я сейчас утрирую, но мне просто так забавно было смотреть на вот это все. А все остальное просто, знаете, вот навалом навалено на полу. Рушники со свадьбы, иконы, еще что-то, все, короче, она пошвыряла на пол, пусть оно там лежит и никого не трогает. Платежки. Ой, вот эти платежки надо, чтобы... Целая гора, понимаете? Платежки. Какие-то там их анализы, там, выписки, там, из больницы. Ну, в общем, все вот эти, вот вся документация. Просто вот такое ощущение, что был взрыв большой, и вот этой кучей просто все вот так перемешалось и лежит. Почему это все не по отдельности? Вот я ее раньше, когда смотрела, вот до вот этого момента, когда я смотрела, я прям, ну, такая думаю, вот молодец она у нее, ну, так все вот убрано. Здесь вот эта вот у нее полочка, вот этот комодик, она там и свечечку поставит, и еще что-то, какую-то там, финтифлюшечку воткнет. Ну, вроде для интерьера оно так, ну, неплохо смотрелось, да, симпатично. Но когда вот я вижу вот это уже, вот она вытащила, и сюда сунешься, порядка нет. Туда сунешься, порядка нет. Шкаф... В шкафу тоже порядка нет. У нее вещи тоже, знаете, вот такое ощущение, что просто вот так вот взяла, намотала вещи и туда, хоба, и засунула. Много, конечно, есть у нее положительных черт. Это вот то, что я сейчас говорю, это конкретно на это видео. Я не говорю, что она прям, ну, из рук вон вообще, ну, девчонка, ни к чему не пригодна. Нет. Мне нравится, как она готовит. Вот что-то есть у нее такое, знаете, с выдумкой, с изюминкой. У нее подача красивая. Она это все может оформить, что-то там выискивает, какие-то рецептики. Вот сколько раз я смотрела, она там на новоселье, на какие-то праздники, приглашала родственников, заморачивалась она, конечно, по полной. Все это делала она сама, все это делала аккуратно, красиво. И подача была, еще раз повторю, такая. Мне нравилось. Делает это все она хорошо. Но вот это вот, я вот платежками не занимаюсь, этим занимается Леша. Я вот сколько вот в моем окружении мужчины вообще не занимаются этим. В основном этим занимаются женщины. Здесь не к тому разговор, что, а что в этом такого? Нет, ничего такого в этом нет. Вот просто как бы по факту, вроде как бы женщина. И у меня сложился такой стереотип, что в основном этим занимаются женщины. Сейчас, именно когда уже, извините, век компьютеров, там телефонов, и все это оплачивается через все вот эти вот приложения, сто процентов. Вот сто процентов я знаю, что муж может отвлечься, потому что у него гораздо больше дел, чем у меня. Он может запамятовать, закрутиться, завертеться и не заплатить вовремя. У нас до десятого числа все, ты обязан заплатить. Причем платить желательно с седьмого, чтобы в течение там трех дней это дошло. Но я плачу раньше, мало ли, да, чтобы не было проблем и не пришлось там долго и нудно морочить себе голову. Все равно платить. Как только приходят квитанции, они приходят у нас вот на это приложение Каспий, туда все это приходит, квитанция пришла, оплатила, квитанция пришла, оплатила, и все, и забыла. А здесь все вместе. Вот как она, интересно, если собирается к врачу? Она что, роется вот в этой вот всей кипе, в ворохе бумажек и выискивает нужную, чтобы пойти? Ну, у нас, например, есть и врачи, да, они предпочитают смотреть. А что раньше было как бы? Сейчас карточек вот такого как-то я не знаю. Ну, может быть, и есть. Но если ты вот, скажем, в частную идешь в клинику, ну, ты просто берешь, да, какие-то выписки, какие-то анализы, что у тебя там было, не было, да, чтобы врач мог как-то сориентироваться. А тут, я не знаю, она говорит, я хочу это все выбросить или не выбрасывать, или, или, или параллели пипит. Что такое в голове? Я не знаю. Вообще, честно говоря, поразительно. Я вот смотрю на Иру, она, мне кажется, тоже, она смотрит и думает, боже мой, как у меня мог получиться такой ребенок? То волосы фиолетовые, то волосы розовые, то она еще что-то придумывает, то она собаку заводит. Потом они эту кошку взяли. И, в общем, все как-то вот так вот, как вот есть же выражение, да, спустя рукава. Вот именно, оказывается, когда коснулась немножко глубже, вот за внешним вот этим всем, за закрытыми дверями, которые были вот эта стенка и шкаф, это все выглядело более чем прилично. Но когда только эти дверцы все открылись, вот, пожалуйста, вся эта неприкрытая правда оказалась наружу. Вот я думаю, что вот это все мы так и будем наблюдать на вот этих этажерках, на вот этих полочках. Интересно, конечно, посмотреть в дальнейшем, что там у них получится и как они все-таки это все обустроят. Посмотрим. Даже любопытно будет посмотреть. Ну, пока что я, конечно, так немножко в растерянности и в таком недоумении от всего. У Иры, кстати, глаза были точно такие же. Она смотрит на нее и недоумевает. Все. На этом я свой обзор буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok